привет сегодня я хочу рассказать про перекись водрода про перекись водрода я знаю что когда ее наливаешь в какую-нибудь грязную поверхность начинается она начинает пузыриться это выделяется о аж то есть радикал гидроксила да потому что перекись водорода она состоит из двух кислородов и одного водорода поэтому и называется перри перри то есть слишком на перри кис то есть кислород водорода то есть одного водорода то есть один водород и два кислорода ведом в В этой названии, перекись водорода, люди могут подумать, что перекись водорода – это даёт какой-то водород, да? На самом деле там никакого водорода вообще нет, это кислород. То есть, для чего организм использует перекись водорода? Перекись водорода выделяет иммунная система, да? Есть такие клетки, белые кровяные тельца, по сути это является гной, да? Гной – это кровь, белая тельца. Она подходит к какому-нибудь участку, где есть чужеродные тела, и этот гной выделяет перекись водорода. То есть, на то место, где есть чужеродные тела. Ну вот, например, если попадает какой-нибудь маленькая соринка, например, из древесины, да? Вот она начинает гноиться, потому что иммунитет подходит и смотрит, и начинает как бы её помаленьку растворять, да? Растворяет, растворяет с помощью перекиси водорода. То есть, вроде, перекись водорода нужен для очищения, да? Вот, например, если есть какой-нибудь там грибок, какие-нибудь бактерии, да? Она сразу её берёт и очищает. Вроде бы, всё нормально, всё хорошо. Но я читал в одной статье то, что перекись водорода создаёт ещё и радикал гидрооксил, да? Ну вот, то есть, два кислорода и один водород. То есть, когда она сражается с чем-то, она даёт кислород. То есть, один кислород даёт, но остаётся водород и кислород. То есть, это является гидрооксил радикалом. Ещё её называют радикал-убийца. Радикал-убийца, вот ООН, она имеет отрицательный заряд. То есть, она очень маленькая, и поэтому она попадает в внутренности клеток прямо в ДНК. Попадает в ДНК и начинает от неё собирать вот этот, тянуть от неё водороды, да? То есть, от неё она берёт водород, и таким образом ДНК как бы разрушается. Разрушается, и как бы все почки ДНК разрушаются. И таких разрушений происходит очень много, да? Поэтому много этого, из-за этого гидрооксила радикала разрушается ДНК. Ну, по всему телу разрушается. Вот, вот что делает перекись водорода. Потому что перекись водорода выделяет иммунная система. Вот, теперь самое интересное, что происходит. Вот, например, клетка, в которой разрушена ДНК, сепочка ДНК, она становится как бы уже мутированной клеткой. Потому что у неё гены уже другие, да? Потому что сепочка разорвана. Иммунная клетка подходит, проверяет все клетки. И когда она фиксирует, вот, что эта клетка мутированная, то есть она уже как бы становится чужеродной. Поэтому она впрыскивает в неё тот же самый перекись водорода. И таким образом полностью растворяет её, разрушает эту клетку. Ну, именно эту клетку. Не рядом стоящую, а именно эту клетку. Вот, растворяет. То есть полностью исчезает эта клетка. Вот. И что происходит? Когда она очищает эту клетку, когда она убивает эту клетку, вот, от неё выходит много этого гидроксила-радикала, которые тоже начинают убивать другие ДНК, другие клетки. И таким образом происходит вот такая цепная какая-то реакция, да? Вот поэтому люди начинают принимать очень много антиоксидантов. А мы знаем, что антиоксиданты, я в одной книге читал, вот, любой антиоксидант, каким бы это ни было антиоксидантом, оно является донором водорода. То есть она даёт водород. Вот, ещё из химии мы знаем, что водород сохраняется в гидридах. То есть любой гидрид, это и есть антиоксидант. Антиоксидант. Оксидант, то есть кислород, да? Вот эти радикалы, убийцы, OH, который вышел из перекиси водорода, это и есть антиоксиданты, да, окисляющие, ну вот, молекулы, разрушающие ДНК. А антиоксиданты дают водород. То есть водород соединяется с этим гидрооксилорадикалом. То есть гидрооксилорадикал является отрицательно заражённым, а водород является плюсовым, ну и положительно заражённым, заражённой молекулой. И они между собой соединяются, потому что водород всегда пытается с чем-то соединиться. Вот атомарный водород, катион водорода, она быстро соединяется. Вот таким образом этот гидрооксилорадикал превращается в воду. То есть полная нейтрализация. И таким образом эти свободные радикалы исчезают, да. Вот поэтому люди кушают здоровую пищу, чтобы получать от пищи эти антиоксиданты. Пьют живую воду, содержащую водород, чтобы бороться с этими антиоксидантами. Но я видел в интернете, что многие люди, даже у нас люди между собой разговаривают, что нужно пить перекись водорода. Ну, 3% перекись водорода по 3 капли, ну в чашке, да. На самом деле, то, что они пьют, это им ничего не даёт. Потому что этих 3 капель очень мало. Ну, чтобы нанести вред человеку. Потому что перекиси водорода выделяется организмом намного больше, чем то, которое они принимают. То есть иммунная система создаёт очень много этих перекисей водорода в день, да. Ну, посудите сами, у человека много клеток умирают из-за мутации, да. И всё это выделяет этот перекись водорода. И все они создают вот этот радикал, бисо-гидрооксилрадикал, вот, которым нужно бороться, именно принимая этот водород. Но если у человека хорошее здоровье, и у человека нет этих мутированных клеток, то иммунная система ничего такого выделять не должна. То есть, перекись водорода просто не выделяется. Вот. Вот. И ещё есть такие гормоны, тестостерон и дегидротестостерон, которые тоже управляют иммунной системой. Вот. Если человеку холодно, то у него вырабатывается много дегидротестостерона, которые отключают иммунную систему. Ну, на время отключают иммунную систему. Вот. Вот ещё, для чего нужен перекись водорода человеку, да? Вот. Для того, чтобы бороться с болезнями. Ну, главная причина, вот, для чего нужен перекись водорода, это борьба с болезнями. Например, какой-нибудь вирус гриппа, да? Чтобы бороться с этими вирусами, иммунитет выпускает много этого перекиси водорода. Иммунитет знает, что он выпускает много перекиси водорода. Поэтому он вынужден из человека вызвать антиоксиданты, которые есть в самом человеке. Поэтому он начинает нагревать гидриды. Ну, мы сказали, гидрид – это, то есть, хранитель водорода, который при холоде сохраняет водород. А когда тепло, освобождает, да? Поэтому иммунитет знает, что он выпускает много перекиси водорода. И что будут вырабатываться эти гидроксилорадикалы. И поэтому иммунитет каким-то образом, с помощью этих своих механизмов иммунной системы, поэтому и называется иммунная система, начинает нагревать тело человека, да? Нагрев выпускает много водорода. Ну вот, гидриды, которые хранят водород, при нагревании выпускают водород. То есть, выходит много водорода, и они борются с этим гидроксилорадикалом. Вот, и человек как бы выздоравливает. Но, если у человека нету этих водородов, то как бы организм не старался нагревать тело человека, этих водородов-то нету. Но иммунитет-то не знает, что у человека нету этих водородов. Поэтому она всё равно пытается нагреть тело человека. Вот по этой причине ещё врачи рекомендуют пить много воды, да? Ну, как я и говорил, что в воде должен быть водород. То есть, если вы пьёте кипячёную, но холодную воду, то эта вода вам не поможет. Вам нужно пить некипячёную воду. Если вода нагревается выше 37-38 градусов, то от неё уже начинают выходить пузырьки водорода. То есть, она уже как бы теряет свои свойства вот этого. Свои свойства, да? Но это видео более нацелено на то, чтобы сказать людям, чтобы они имели какое-то представление о перекиси водорода, ну, чтобы они не говорили, что если пить перекись водорода, то у них как бы будет улучшаться здоровье. Я думаю, что никакого улучшения у них не будет. Просто по той простой причине, что перекись водорода, она уничтожает всё подряд. Ну, если человек выпил, то она попадает в желудок и сразу начинает съедать эти пищу, которую вы съели. И она как бы уже теряет свои свойства. Но при этом освобождает тот самый радикал-убийцу, гидроксил-радикал. Вот именно этот гидроксил-радикал и портит наш организм. Когда, допустим, клетка умирает, отсутствующую клетку заменяют рядом стоящие клетки. Они делятся, и получается, что появляется новая клетка. Вроде бы всё хорошо, все радуются, потому что эта клетка умерла и рядом стоящая дала. Но эта клетка может делиться всего 50 раз, потому что у неё есть предел деления. Когда она делится, у неё заканчивается этот предел. И этот предел называется лимитом хейфлика. Ну, поэтому и человек стареет и умирает. Вот почему люди стареют и умирают. То есть причиной старения и смерти человека является тот самый перекись водорода. Ну, по сути, наш иммунитет съедает нас самих. Поэтому мы должны помогать иммунитету набираться этого водорода. Вот некоторые ещё, чтобы сохранить себе этот водород, занимаются моржеванием. Ну, это, в принципе, правильно, да? Когда есть... Если человек кушает много еды, которая содержит много водорода, и она в организме находится в каком-то балансе, и её много, и когда человек занимается моржеванием, эти водороды быстро сохраняются именно в жирах, то есть когда холодно. То есть в гидридах жиров она сохраняется, чтобы в последствии, когда человек заболеет, человека поднимается температура, и эти водороды, которые они сохранились во время моржевания, они и освобождаются. И эти водороды начинают бороться с этим гидроксилом-радикалом, который выпускает этот самый иммунная система, да? Иммунная клетка, вот белые кровяные телеса. На самом деле, эти белые кровяные телеса, они похожи на бактерии. Вот маленькие бактерии, которые бегают туда-сюда, и очень быстро гоняются за бактериями, смотрят, и идут куда-то, смотрят. Вот такая у них работа. То есть они бегают, смотрят, и они очень резко, быстро двигаются. И у этих бактерий, то есть этих кровяных телес белых, у них есть грозное орудие, да? Ну вот, грозное химическое оружие и перекись водорода, которым они и уничтожают. То есть, перекись водорода, по сути, является орудием для уничтожения. И это оружие выделяет токсичные вещества, которыми является гидроксилорадикал. Какое оружие может принести добро, да? Нет, никакое оружие, даже оружие иммунной системы не приносит никакой пользы. Вот именно мы должны бороться с этими гидроксилами-радикалами. Вот. Что для этого нам нужно сделать? Есть много методов для сохранения этого водорода, да? В организме. Большое количество водорода, который мы принимаем через воду, через пищу, она уходит для создания гормона дегидротестестерон. Вот. Когда люди ходят на улице зимой, летом, даже купаются в бассейне, в душе, у них всегда, всё это время, в половых органах сохраняется этот тестостерон и водород, и превращается в дегидротестостерон. Ну, этот гормон желаний, да? Гормон желания, и этот гормон подавляет иммунную систему, если её много. Вот. То есть, надпочечники создают вот этот гормон тестостерон. Тестостерон, то есть, тестостерон – это мужской гормон, на самом деле, она есть и у женщины. По сути, это является гормон радости, да? То есть, благодаря этому гормону людям хорошо, и всё у них нормально. А если этого гормона нету, они уже как бы начинают ссориться, гневаться. То есть, лучше, конечно, сохранить этот тестостерон. Чтобы сохранить тестостерон, главное, не охлаждать вот эти самые половые органы меньше вот этого 35 градусов, да? Чтобы этот водород не сохранялся с гормоном тестостерона. Это помогает нам сохранить водород. Вот. Этот водород будет защищать нас от свободных радикалов. От свободных радикалов будет защищать этот водород. Вот. Не давая уничтожить наши ДНК. А если мы не будем одевать тёплую одежду и как бы защищать наши половые органы от холода, то этих водородов у нас просто не будет. Потому что они будут идти на создание этого гормона дегидротестостерона. А для дегидротестостерона это является просто как бы она является спиртом, да? Это спирт. Тестостерон кристалл от дегидротестостерона это спирт. То есть она просто улетучится если это спирт то она улетучится через это через наши через наш рот там через мочу да? То есть мы просто по сути тратим свой этот водород. Поэтому чтобы сохранить водород нам нужно одеваться тепло. И тогда у нас будет много водорода который будет защищать нас от свободных радикалов. Так мы сохраним своё здоровье и будем как бы ну уже не будем стареть, да? Потому что старение происходит из-за сокращения этого лимита хейфлика. Ну вот клетка умирает рядом стоящие делятся. Вот чем они больше делятся у них сокращается лимит. И мы должны сохранить этот лимит с помощью этого водорода. Вот водорода. Вот таким образом если вы понимаете мои слова то у вас в голове должно всё упорядочиться. То есть иммунная система создаёт перекись водорода перекись водорода создаёт гидроксил радикал. Но это неизбежность. это химия физика то есть это неизбежность. И для борьбы с этим иммунитет выделяет много водорода с помощью нагрева тела. вот и мы тоже должны помогать нашему иммунитету этими водородами. То есть мы должны если мы заболели должны пить много живой воды то есть воду содержащую водород и много есть пищи которая содержит эти антиоксиданты. то есть здоровую пищу фрукты овощи зелень да вот еще как мы можем защитить свой организм да от этого гидроксилорадикала который выделяет перекись водорода как как мы сказали только водородом водородом а как мы можем получить водород еще кроме этой еды питья да мы можем получить водород ну еще и сохранением водорода с помощью этого тепла да ну одеваясь тепло сохраняя наш тестостерон и еще мы можем получить водород через наши ноги вот у нас есть две ноги да две ноги и если пропускать электрический ток ну в малом количестве пропускать электрический ток через одну ногу плюс и одну ногу минус да вот и этот электрический ток входит через воду содержащую водород водород есть у нас есть здесь емкость с водой которая содержит водород и здесь есть емкость которая содержит водород да только с одной стороны плюс с одной стороны минус таким образом через воду поступает электричество вот минус поступает и с этой стороны поступает у нас водород вот электричество очень хорошо тянет водороды таким образом вот мы тянем водород с этой стороны а с этой стороны мы тянем еще это плюсом тянем гидроксил радикала радикалы тоже тянутся этим электричеством и выходят воду таким образом происходит насыщение организма водородом и отвод этих гидроксилов радикалов да в другую емкость с водой таким образом благодаря этому мы можем как бы очистить наш организм от этих свободных радикалов я не рекламирую разные там аппараты например есть пюр меджек спада вот этот использует ванночку для ног и там создается электричество и это электричество тянет вот этот вот эти ну токсины тяжелые металлы свободные радикалы да я не знаю сколько она помогает я этот этот аппарат не знаю и я не рекомендую то есть я не рекламирую этот аппарат но я как бы могу предложить вам свои собственные разработки и это аппарат снимающий усталость ну асу вот я только то что рассказал вам что два емкости с водой через нее проходит электрический ток которые от человека убирает все свободные радикалы и дает человеку котен водорода да точно не знаю но она еще может от человека вытягивать вот эти тоже вредные тяжелые металлы которые находятся в человеке да вот точно не знаю какое количество там выделяется или выходит этого я сказать не могу вот этот аппарат в принципе действует и работает вот а есть еще есть такие вот аппараты можно тоже рекомендовать это омолаживающие аппараты но омолаживающие аппараты работают с помощью стволовых клеток то есть индустированной крови которые она создает под волосами с помощью электричества в течение 4-5 часов индустрируется кровь до стволовой клетки и этот аппарат омолаживает но дело не в этом дело в том что энергия которая выходит от человека через волосы от аппарата поступает статическое напряжение высокое плюсовое вот энергия выходит от волос и от воздуха тянет отрицательные электроны вот эти электроны падают через ногу в воду и от воды они тянут катион водорода таким образом человек насыщается водородом и в это время когда он насыщается водородом нужно сделать такие условия холодные для человека то есть человек должен мерзнуть и в это время к нему должны поступить это огромное количество водорода водород поступает и охлаждается в гидридах то есть сохраняется в гидридах жиров вот у человека есть маленькие пушки вот эти маленькие пушки от них энергия вылетает статическая плюсовая отрицательная входит и она тянет к ним катион водорода ну вот этот самый водород который является антиоксидантом который борется с гидроксилом и радикалами которые выпускает перекись водорода а перекись водорода выпускается иммунной системой иммунная система уничтожает вот эти болезни все такое то есть это все для организма человека создается вот вот и все это как бы если человек знающий то эта информация как бы на мой взгляд легко понимается и легко ну как бы усваивается да для тех кто знает а есть а для тех кто не знает это возможно как бы эта информация просто вот слышит впервые или просто не в силу своих знаний просто понять они этого не могут я могу еще углубиться почему все это происходит да почему это так вот наверное все слышали есть есть такая дичность который сотворил нас то есть бог да бог нас сотворил и он сотворил нас с мудростью вот 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 и он сделал все для того чтобы жизнь на земле проходила над изолятором молнии над изолятором молнии то есть это изолятор молнии то есть изолятором молнии является каменный уголь каменный уголь содержит метан метан создает высокое давление которое не дает молнии создать вакуум чтобы проходила она сквозь каменный уголь в землю в заземление чтобы энергия ушла в землю вот метан не дает создать этот вакуум поэтому энергия молнии вынужденно распространяется уже над поверхностью каменного угля на многие километры и как мы сказали вот эта статическая энергия выходит от волос омолаживает человека дает человеку водород а водород сохраняется в гидридах жиров потому что идет дождь а если идет дождь то она уже как бы мы знаем холодный дождь да вот у человека вырабатывается гормон дегидротестин тестостерон вот этот дегидротестостерон полностью отключает иммунную систему иммунная система отключается за счет дегидротестостерона потому что человеку то холодно и вот этот иммунитет отключается чтобы вот эти индуцированная кровь то есть стволовые клетки могли встраиваться в нужное для них место вот ну чтобы омолаживать человека да это раз и второе чтобы могли происходить как бы но это не важно просто чтобы дегидротестостерон существует чтобы люди умножались ну вот рождали детей да вот ну коротко если сказать женщина не может родить от мужчину если у женщины не отключится иммунная система вот если иммунная система отключается то женщина может забеременеть вот мужчины вот вот энергия которая распространяется над каменным углем она замыкается с древесными углями вот древесные угли создают анион то есть отрицательный гидрокарбонат то есть H2CO3 эта молекула является удобрением хорошим удобрением для растений а для человека она может как бы и защитить человека от тяжелых металлов ну от любых металлов да вот и при этом еще выделяется водород много водорода выделяется которая поднимается наверх на небо а по пути она попадает в шляпу гриба и таким образом гриб сохраняет водород но в то же время вот этот водород через ноги человека поступает к нему то есть поступает к человеку и из-за из-за холода человек сохраняет этот водород себе ну таким образом в таких условиях человек стареть не может а если даже и постареет то он будет омолаживаться потому что вот эти участки где не хватает вот этих клеток да вот с дополнительным лимитом хефлика к ним встраиваются новые клетки новые клетки встраиваются допустим человек жил 70 лет да или 75 лет у него лимит хефлика осталось очень ну там 1-2 деления потом уже деление заканчивается и человек как бы стареет и умирает а вот если к нему попадает вот этот новая стволовая клетка ну вот кровь индуцируется под волосами и если ему встраивается эта новая клетка то эта новая клетка будет делиться уже 50 раз и таким образом эта новая клетка будет делиться внутри человека внутри кожи там внутри органов много-много раз и таким образом человек будет как бы омолаживаться даже если встроится одна клетка она будет делиться 50 раз ну вот посчитайте сами одно деление 2 клеток от 2 клеток 4 от 4 8 от 8 уже так так и уже как бы она быстро-быстро много-много размножается да ну если даже человек был создан из одной клетки из одной клетки да то если человеку попадает не одна клетка а много клеток то он конечно же будет намного быстро омолаживаться вот и таким образом я хочу закончить этот маленький рассказ про перекись водорода потому что я просто не советую принимать перекись водорода а советую принимать водород спасибо за внимание